40 лет он молчал о том какая невероятная история с ним приключилась выполнив обещание он заговорил и первыми словами было ровно один год я жил на тайной базе пришельцев в гималаях привет вы на канале nsk show и это очередной выпуск на тему близких контактов с нашими космическими братьями по разуму поддерживайте видео лайком это несложно так я буду знать как часто создавать подобные видео также предлагайте свои темы и конечно делитесь этим роликом с другими любителями всего загадочного необъяснимого и фантастического ну а теперь ближе к теме и стоит начать с колина эндрюса одного из самых известных исследователей нло и такого необъяснимого явления как круги на полях этими делами он занимается с 1984 года никаких справок и контактов с главврачами он не имел за все время написал множество книг статей и возымел в узких кругах авторитет человека всецело преданного своему делу и не так давно на его официальном сайте была опубликована история одного француза которая вызвала у людей крайне спорное послевкусие все началось на юге франции на ничем не примечательной ферме в которой проживал роберта леру со своими родителями и бабушкой в течение месяца читая книгу перед сном роберта наблюдал в свое окно большие светящиеся шары хаотично двигавшиеся по полю нет ни кукурузному напомню дело было во франции на ферме выращивали виноград пару раз за семейным ужином роберта пытался поделиться своими наблюдениями но семья отнеслась к его рассказам крайне скептически и посоветовала поменьше читать книг и побольше впахивать на поле да и не болтать подобного посторонним иначе все закончится психушкой такие перспективы молодому французу были не по душе и на эту тему он больше ни с кем не говорил а между прочим вечерние света представления продолжалось уже второй месяц пока однажды роберта не обратил внимание что поведение шаров немного изменилось они стали то гаснуть то загораться и хаотичные движения обрели синхронность а затем произошло слияние и посреди виноградного поля появилась гигантская сияющая фигура пулеобразной формы роберта тут же почувствовал дикую усталость и желание прилечь на кровать что он незамедлительно и сделал его тело будто парализовала и все что он мог сделать это вращать глазами и контролировать веки вот как описал роберта свою первую встречу с ними они прошли сквозь стену и окружили мою постель их рост был высокий сами они были светлыми и имели тонкие длинные руки одежда напоминала обтягивающие комбинезоны открытые на шее и запястьях такие знаете с металлическим отливом и широким поясом они представились как ученые из другой галактики взяли образец моей крови и сказали что заинтересованы моей генетической структурой в течение следующих двух лет такие встречи продолжались все чаще роберта готовили к важной миссии о которой вы узнаете чуть позже ему даже выделили так скажем наставника который много с ним беседовал и даже преподавал йога подобные тренировки наставник называл себя гидом и имел имя рора он входил в состав галактической конфедерации отвечающие за поддержание жизни на планетах населенных разумными существами когда двухлетняя подготовка роберта была окончена ему мягко предложили переехать с фермы в их секретную подземную базу расположенную в районе гималаев его уверили что о нем будут постоянно заботиться и он не будет ни в чем нуждаться смеркалась в назначенный час на виноградник спустился сигарообразный 20-метровый корабль цвета раскаленного железа из открывшегося проема роберта поприветствовал гид вот как он вспоминал те события рора пригласил меня внутрь почувствовав мое волнение и горечь по разлуке с семьей учитель положил свою трехпалую руку мне на плечо и слегка улыбнулся это придало мне уверенности а затем стены корабля словно словно растворились я увидел огни большого города думаю это был марсель город быстро стал удаляться мы двигались какой-то невероятной скоростью при этом в полной тишине роберта полагает что они поднялись на высоту примерно 50 километров и их путешествие длилось менее часа и закончилась подземной базе пришельцев где-то под горами гималаев парня поселили в комнате с округлыми стенами он чувствовал себя уставшим поэтому очень быстро уснул на утро ему подали завтрак который оказался приготовленный его матерью и выдали мягкий облегающий костюм синего цвета ночью роберта не обратил внимание на устройство напоминающая глаз которая крайне натуралистично транслировала все происходящее на его ферме он видел и слышал каждого из своей семьи с ними было все в порядке похоже они даже не заметили отсутствие сына в апартаменты молодого человека вошли двое пришельцев по всей вероятности женского пола они представились биологом и этнологом для роберта была проведена экскурсия по базе которая фактически была огромной пещерой располагавшийся на глубине примерно одного километра под землей вот схематический чертеж который по памяти нарисовал роберта леру база была окружена тройным магнитным поясом который изолировал и защищал ее от землетрясений внутри комплекса находилось очень много комнат двери лифта открывались на платформу на открытом воздухе куда роберта иногда ходил вечерами но только в сопровождении участок местности был суровым с высокими снежными горами космические аппараты влетали в базу по извилистому туннелю с воронкообразным входом расположенным ниже в долине туннель завершался огромными ангарами где были расположены корабли и персонал ему разрешалось заходить в помещение внутри базы за исключением некоторых зон но как мы понимаем запретный плод сладок и однажды наш герой попытался проникнуть в такое место но какая-то невидимая стена каждый раз выталкивала его из запретного помещения в коридор роберта до сих пор не знает что находилось внутри на все расспросы гида он получал лишь ты не должен этого знать думаю пора бы вам узнать для каких целей пришельцы избрали роберта леру дело в том что по мнению инопланетян генетический материал парня идеально подходил для использования при заселении далекой планеты фактически роберта являлся донором мужского семени о нем хорошо заботилась биолог который в приятной форме объяснила ему что донором нужно быть регулярно а именно через каждые два дня жизнь на базе была интересна роберта из разговоров с гидом и этнологом узнал очень много нового они дали ему много советов для сохранения физического и психического здоровья он регулярно получал инструкции по йоге но несмотря на их доброжелательность политику не вмешательство в дела человечества и уважение к свободной воле они намекнули что в случае ядерного конфликта они непременно вымешаются в целом на базе наблюдалась атмосфера мира и гармонии порядок и дисциплина казалось были каким-то девизом они говорили что инопланетяне появились здесь за двадцать тысяч лет перед нашей цивилизации также они объяснили ему как устроена вселенная однажды биолог пригласил его наблюдать совещание галактической федерации она попросила его оставаться совершенно спокойным и просто наблюдать в комнате находился большой овальный стол и он смотрел с удивлением как один за другим гости различных рас начали материализовываться вокруг этого стола это напоминало то ли телепортацию то ли очень качественную голограмму существа обсуждали планеты движение кораблей между ними и прочие галактические дела однажды роберто попросил гида объяснить принцип по которому инопланетяне преодолевают такие огромные расстояния тот с удовольствием согласился но роберто ничего не понял руро также рассказал что представители их расы могут жить в одном теле от четырех до пяти сотен лет потом нужно просто заменить тело которые по сути является контейнером для души смерти не существует эволюция души вечно по словам роберто время его пребывания на базе пролетела очень быстро и наступил момент возвращения на ферму парень хотел остаться но гид не позволил и велел держать все в тайне на протяжении 40 лет и добавил когда большая часть вашей планеты будет готова возможно тогда мы увидимся вновь это удивительная и невероятная история подошла к концу и остается только верить что все это не записки из палаты номер 6 и где-то в далеком космосе действительно существует планета населенная потомками 20-летнего французского паренька по имени роберто леру пишите что думаете по поводу услышанного предлагайте идеи для следующего ролика ну и конечно подписывайтесь на канал всем спасибо за внимание и пока